Генеральная прокуратура просила слово. Пожалуйста, и потом мы уже все по этому поводу завершаем обсуждение. Пожалуйста, генеральная прокуратура. Генеральная прокуратура, мы хотели бы еще раз повторить нашу позицию о том, что мы не поддерживаем введение коллекционного признака в сфере семейных трудовых отношений в уголовный кодекс. Конституционный совет не раз подчеркивал о том, что законы, вводящие ответственность, законы, устанавливающие ответственность, должны быть точными и предсказуемыми и не допускать расширительного толкования. В той формулировке, которая предлагается проектом закона, у нас возникает большой риск формализации. То есть более строгая ответственность будет возникать по формальному состоянию лиц в брачных, родственных отношениях, либо даже просто совместно проживавших когда-либо. И хочу сказать, что о тактике мы сталкиваемся с предпринимательными случаями, когда женщины, подвергаясь бытовой университетичной длительного времени, находясь в этой травмирующей ситуации, сами совершают либо убийство, либо тяжкие вреды здоровья подчиняют своему супругу на этом фоне и их осуждают. Если ввести сейчас вот такой признак семейно-будовых отношений, то в отношении этих женщин будет более строгая ответственность. То есть их только на основании того, что они совместно проживали со своим супругом, не будет учитываться, что там какие-то психотравлические ситуации были. Правильно говоришь. Если мы необходимы оборудования, либо как состояние ревности, будет более строгая ответственность. Я прошу все-таки учесть и этот риск. У нас в колониях отбывает на настоящий момент порядка 200 женщин. Больше половины это те женщины, которые совершили убийство или причинили тяжкие вреды здоровья. Именно своим супругам в бытовой сфере. Представляете, что вы понимаете, что сейчас их будут судить уже по части второй, которая предусматривает такие стены отношения с собой? Это, мне кажется, вот тут. Это, мне кажется, вот тут. Это, мне кажется, вот тут. Правильно говорите, да? Женщины тоже это ждут. Две стороны работают законы. Хорошо, мы вас поняли. Значит, вы поддерживаете позицию, которую представили депутаты Олейник и Мушин. Продолжение следует...